С иголками, пуговицами и другими мелкими предметами в пищеводе, с ожогами разной степени тяжести. С какими только травмами не привозят детей в столичный центр матери и ребёнка. По словам специалистов, виновниками всех подобных случаев являются именно родители. Если происходит какое-то несчастье с ребёнком или беда – это вина взрослых. В таких случаях важно знать, что если дети вовремя госпитализируются, тогда процент выжить у ребёнка очень большой. Детям до трёх лет семечки противопоказаны. Ребёнок, если кушает, он должен сидеть кушать, не отвлекаться ни на что, просто сидеть и кушать. Молча есть. Мелкие детали. Я, конечно, понимаю, что это невозможно оградить полностью ребёнка от этого, но по возможности стараться, чтобы как можно меньше это было у них в руках. В районе Басарабяска случаи травматизма или интоксикации детей до пяти лет тоже регистрируются. У нас в районе, как и по всей республике, преобладает детский травматизм. Затем следует отравление, как пищевые, так и медикаментозные, которые представляют большую опасность для жизни и здоровья ребёнка. На третьем месте у нас идут ожоги. По словам родителей и бабушек, от травм никто не застрахован, поэтому своих детей и внуков они оберегают как могут. Таблетки у нас находятся на полке наверху. Моющие средства в ванной. Дверь закрываем, чтобы ребёнок не вышел на дорогу. Колодец должен быть закрыт, чтобы ребёнок не упал туда. Рядом с включённой газовой плитой нельзя оставлять детей. Надо с ними всегда быть рядышком, смотреть за ними внимательно, чтобы они не выбежали на дорогу. Или с огнём, чтобы детки не игрались. Таблетки, чтобы они не брали, не трогали, не дай Боже, отравление. Или горяченький чай на стол. Надо смотреть, чтобы они чашечку не перевернули. Согласно данным статистики, среди всех погибших в результате бытовых травм и дорожно-транспортных происшествий 38% составляют дети до пяти лет и порядка 50% от пяти до девятнадцати лет.